Я как раз говорил ему, что древнееврейский язык – это не совсем правильное название. Хорошо. Дело в том, что еврит является высшим диалектом арабского языка. Не понял, арамейский или арабский? Арабского языка. Хорошо, арабского. К примеру, вы говорите «ассаляму алейкум». Хорошо. А мы говорим «шаламу алейкум». Ты говоришь на еврите? Немного, совсем немного. Хорошо. Но не говори «мы», потому что ты не говоришь на еврите. Смотри, арабский и еврит – это семитские языки. Это действительно так. Но это два разных языка, хорошо? Существует множество языков. Например, если ты посмотришь на языки Китая, такие как мандаринский, кантонский диалекты и тому подобное, то увидишь, что у них тоже есть что-то общее. Например, я говорю на пушту. И он имеет много общего с фонетикой русского и немецкого языков и так далее. Хорошо? Кроме того, у нас также наблюдается сильное арабское влияние. Например, сегодня многие арабские слова используются в языках пушту, урду, фарси и так далее. Но в конце концов, это всего лишь языки, которые развивались, не так ли? А языки, которые развиваются в тесной региональной ассоциации, например, семитские языки, конечно, они будут иметь много общего. Хорошо? Но в конце концов, во что ты веришь? Ты веришь в существование одного Бога? Да. Хорошо. Ты веришь, что у Бога есть дети, мама или подруга, или ты не веришь в это? Ты имеешь в виду людей? Да, люди такие, как дети. Ты веришь, что у него есть дети? Да, люди. Ты имеешь в виду человеческие существа? Да, человеческие существа. Но физически мы не являемся детьми Божьими, не так ли? Мы творение Бога, не так ли? Да, верно. Хорошо. То есть ты не веришь, что у Бога есть как бы и физический Сын, не так ли? Нет. Хорошо. Очень хорошо. Не как Иисус. Не то, как христиане видят Иисуса. Ты сделал полдела. Хорошо. Значит, ты веришь, что есть один Бог, и ты веришь, что Бог посылал пророков, не так ли? Корректнее будет сказать «я знаю, что есть один Бог». Я согласен с тобой. Никакой троицы. Я согласен. Никакой троицы не существует. Нет такого, что три в одном, и они все равны и тому подобное. Ты не можешь получить три из одного. Именно так и есть. Хорошо. Итак, у тебя есть один Создатель, и он посылал посланников. Например, ты веришь в Авраама, Моисея, Иисуса и Мухаммеда? Давай лучше скажем, что «я знаю» или «мы знаем». Хорошо. В этом вопросе я согласен с тобой. Хорошо. Итак, мы знаем, что этот единый Творец посылал таких посланников, как Авраама, Моисея, Иисус и Мухаммед. Мир им всем. Мы любим их всех. Но мы не поклоняемся никому из них, правильно? Нет, ничего подобного. Ты мусульманин, брат. Это вера, мусульман. Вот и все. Я научу тебя арабскому хорошо, а ты немного научишь меня ивриту. Шалом. Хорошо. Видишь, ты говоришь «шалом». У меня это хорошо получается. Слово «шалом» происходит от слова «салям». Я говорил с ним о том, что в арабском языке есть разные диалекты. В арабском языке действительно есть разные диалекты. Он сказал, что один из них лучше других. Это не имеет значения. Давай лучше вернемся к убеждению. Хорошо? Так что для меня не имеет значения, происходит ли арабский язык от ивриты, или еврит от арабского, или все они происходят от китайского языка. Для меня важна только твоя вера. И то, что ты войдешь в рай. Этот рай – это вечная жизнь. И чтобы достичь этого, мы должны, как ты знаешь, и я знаю, и мы все знаем, что есть только один Творец. И мы должны следовать заповедям этого Творца. Законом. Верно, законом. Если бы мы жили во времена Авраама, мир ему, мы бы следовали за ним. А если бы мы жили во времена Моисея, мир ему, мы бы следовали за Моисеем. А если бы мы жили во времена Иисуса, мир ему, мы бы следовали за Иисусом. Но сейчас время пророка Мухаммада, последнего пророка, мир ему и богословение Аллаха. Так что если ты свидетельствуешь, что нет никого достойного поклонения, кроме единого Аллаха, единого Творца, и свидетельствуешь, что пророк Мухаммад – его последний слуга и посланник, тот и мусульманин. В этом заключается ключ к раю. Братья и сестры, прошу ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. Хорошо, но мой Бог – это Егова. Подожди, подожди. Ты имеешь в виду «Бог» – это Егова? Не говори «Мой Бог», но говори «Бог есть». Правильно? Хорошо. Егова. Я понял тебя. Я хочу сказать тебе вот что. Если ты будешь называть Аллаха разными именами на других языках, то у меня нет никаких проблем с этим. Хорошо? Хорошо. Но мы знаем, что Бог един. Независимо от того, говорим ли мы Аллах, Ило, Яхве, Иегова, Всевышний, или как его называют на разных языках, до тех пор, пока это вытекает из традиций, из религиозных традиций, которые были неспосланы Богом. В конце концов, ты веришь в существование Единого Творца. Я знаю. Ты знаешь, и я знаю, что этот Создатель послал посланников, не так ли? Да. И последнее из этих посланий – это Коран. У тебя есть Коран? Да, у меня дома есть один. Это превосходно. Так ты веришь в Коран? Или знаешь ли ты, что это истина? Так же, как и я. На самом деле, я еще не закончил. Я еще не дочитал его до конца. Пока еще нет. Прочти его. Но ты знаешь, что есть только один Бог, не так ли? И ты знаешь, что Бог посылал пророков, в том числе и пророку Мухаммеда Мирьему. Ты знаешь об этом, не так ли? Верно. Значит, ты мусульманин. Это и есть то самое свидетельство. Хорошо? А теперь иди домой и прочитай Коран. Я познакомлю тебя с братьями, они ответят на все твои вопросы. Хочешь ли ты сказать, что я свидетельствую о том, что нет никого достойного поклонения, кроме одного великого Творца Аллаха? Хорошо. Давай сначала по-английски. Скажи «я свидетельствую». Скажи это вместе со мной. Я свидетельствую. Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Хорошо. Я скажу «кроме Иеговы». Это понятно для меня на моем языке. Мы уже согласились, что «Аллах» или «Аль-Илях» имеет то же значение. Тот, кто достоин поклонения, не так ли? Да, хорошо. Хорошо, можешь говорить «Ягова», нет никаких проблем. Но в чём проблема сказать «Аллах», ведь это слово имеет то же значение, единственный, кто достоин поклонения. Хорошо, я продолжу на английском. «Я свидетельствую, что пророк Мухаммад...» Мы уже говорили это. Нет, это продолжение. «Я свидетельствую, что пророк Мухаммад...» «Слуга и посланник Аллаха». «Слуга и посланник Аллаха». «Слуга и посланник Аллаха». Вот и всё, брат, ты мусульманин. Аллаху Акбар. Давай скажем это на арабском. Просто повторяй за мной, хорошо? Повторяй то же самое. Это превосходно. Ты мусульманин. Давай я обниму тебя, брат. Я познакомлю тебя с несколькими братьями, которые ответят на твои вопросы. И у тебя уже есть Коран, не так ли? Да. И ты веришь в него и веришь в пророка. И если у тебя возникнут какие-либо вопросы, я отвечу на них. Ассаляму Алейкум, братья и сёстры. Это автор канала «Призыв Дава». Я хочу обратиться к вам с просьбой поддержать мой канал финансово. Благодаря вашей поддержке вы станете причиной для наставления людей на прямой путь. Тем самым вы поддерживаете исламский дават. Аллах наградит вас за это. Ассаляму Алейкум. Ассаляму Алейкум. Ассаляму Алейкум.